МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. У Гомеля изъявится першую в Беларуси шмат поверховый жилы дом с убудованным детячым садом. Мазырский опытный лязгаз вырабил больше, как 500 домиков для штучного гнездования шпаков и синиц. Каучек с мошчами трех святых прибыл сегодня у Гомель, а зараза б гэтым и иншим больше подрабязна. У 19-м микрорайоне Гомеля началось будовництво группы жилых домов. Особливать гэтага проекта у тем, что у одним из будинков будет размещаться детячий садок. Докладник это будет филиал одной из ближайших дошкольных установ адукации. Садок будет различен на 60 месяцев. Там створятся умовы для комфортного находжения детей и проведения занятков. На першем по версии жилого дома обсталют гимнастичную залу и залу для музычных занятков. На улице изъявится гульневая зона с навесами. Особливую увагу надали безпецы детей. Учитывали все особенности, которые предусмотрены действующими ТНПА в части безопасности детей. Одна из фишек, скажем так, это система видеонаблюдения, которая обязательно оборудована все три дома. Игровая площадка будет ограждена, будет предотвращен проезд любого транспорта на территории, где будут гулять дети. Размова об размещении детячих садков у жилых новобудовлях шла и ранее. Однако на практице такая идея реализуется у першеню. В новых спальных микрорайонах исходит дефицит дошкольных установ. И это один со шляхом выращения проблемы. До того же есть и экономичные плюсы. На сегодняшний день, если построить отдельно стоящий детский сад, то стоимость одного места, человека места этого будет около 35 тысяч белорусских рублей. А здесь разница, ну, более чем в три раза мы просчитываем стоимость около 11 тысяч. Поэтому есть и экономическая эффективность, не только социальная. Есть первые и для будущих же хоров новобудовлях. Это не одобьется на коште квадратных метров, а необходимость вводить детей в садок у соседний микрорайон отпаде. До конца 2017 года будовництво дома с детячим садком планует завершить. Сталкары финансования с 15-го соковика изменится еще на 1% пункт до 15% годовых. Все лета это уже третье изменение в этой величине. Усе подробности глядите в экономичном огляде. Так само у выпуску. Кошт квадратного метра до 2020 года планует пораунать с средней зарплатой по краине, чтобы жилье стало больше доступным. Чакается и снижение процентных ставок по будовничных кредитах. Глядите программу завтра после выпуска новинок на телеканале Беларусь 4 Гомель. У Гомельским областным отделении Беларуського фонда Миру шанованне жанчин выращили не обмяжовывать одним днем. У Ветковским районе пройшел концерт веншаванне «Мы славим жанчину працы». На свято запросили представниц разных сфер. С жанчинами, якими гонорытца регион, сустрелся Олег Синсерову. У Хальчанской базовой школы селита двойный юбилей. 125 годов с момента заснования установы и 105 годов, як и она працове у сучасном будынку. Правда, коли директор Светлана Моисеева у першиню пришла сюда в 2004-м, школа выглядала далеко не самым лепшим чином и находилась у аварийном стане. Зато и теперь Хальчанская базовая сирот лидеров у районной системы эдукации. Причим не только в плане доброго порадкования. Уже четвертый год сельская установа у лекопераморства обосновала конкурсу «Компьютер, эдукация, интернет», а 70% наставников мают в первшую и высшую категории. Светлана Моисеева кажа, что ведьмик аналит со своим коллективом без ее допомоги ничего б не отрямался. Хоть рассказывает директор не только об достигнениях заповедной Мара, будонистово ящи никаких корпусов и перевод школы у статус средний. У нас проект на строительство, который предусматривает реорганизацию в базовую школу, в среднюю школу, потому как Хальч, перспективный населенный пункт и количество детей в Хальче с каждым годом увеличивается. Сучастные женщины, люди особливые, достигнуть успехов могут у любой сферы. Они и керевники предприемства, и живеловоды, от вынеков працы, яких, заодержись добробыт у всей господарки. Молоко для унитарного сельского господарчика предприемства «Радуга» Ветковского района основный вид продукции. Оттому и операторы машинного доения тут особливые пашани. В минулом году от кожной коровы у господарца надоели 6200 килограммов молока. Максим, и не самый высокий покажчик, а не значительно больше среднего областного. Час ушанования Наталью Бяжкову из «Радуга Агро» назовут вельми отказным работником. У Ветковский район, и она приехала с Витебщиной, маль 18-х годов тому, и увесь час працую у одной господарцы дояркой. Причем работа не перешкодила ей выховать двух дятей. Почас здымок жанчина крыку соромится. Не кожный день дае ей такая увага. Гэта увогули риса характерная для жанчин, яке живуть у сельской мясцовости. Мы обычно проводим по 4-5 номинациям. Чтобы были женщины-руководительницы, женщины-специалисты, заслуженные женщины, женщины-общественницы и молодые женщины. Ну, вот обычно 5 номинаций, которые мы хотели бы почаствовать. Милые, чароные, каханные и незвычайные. Гэта тольки некоторые эпитеты, які очують ў свой адрес у дейницах концерта «Веншавання» мы славим женщину прасын. Приемные слова и не меньше приемные подарунки. За организаторами свято саправды можно погодиться. Одногодня, как признаться женщинам у любови, саправды мало. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель», Ветковский район. До инших тем. Выконание правилов дорожного руху, умовы захавания життя и забеспечения квалификованных денег супрацовников МНС. Выратовальники просить насельництва не перешкоджать их работе. Для этого важно не парковать свои автомобили на тротуарах дворовых территорий, каб заусёды был забеспечен проезд выратовальной техники. У «Гомелес» за великой колькасти уласного транспорту перед домом супрацовники МНС смогли выратовать на пожары только одного потерпелого, а могли б захавать життё двум пагорельцам. Выратовальники были вымушены стратить каштонные хвилины, каб занять у жилым дворы место, з якого можно было выставлять аутолесвецу. На одним з верхних поверхов дома отдувся пожар. У вынику пасля обследования наполненной дымом кватеры выратовальники вытягнули двух потерпелых мужчин, а ле медицинская допомога потребовалася уже только одному. Прибывшая к месту вызова спасателей столкнулись с проблемой. Ведь припаркованный автотранспорт мешал проезду специальной техники. В связи с этим пришлось тянуть магистральную линию аж за 80 метров до нужного подъезда, что в свою очередь увеличивает время реагирования и оказания помощи людям. Студент Гомельского державного машинобудовничного колледжа Максим Кирьянов распрацавал пальчатку робот для реабилитации хворых пасля инсульту. До аутора разумной прылады уже звертаются те, кому и она потребна для больших худкого выздоровления. Вынаходкой поцекавилися и наши корреспонденты. С хильности Максима Кирьянова до робототехники педагоги колледжа стали зауважать, як только кемлевый подлеток пришел учиться. Дякуючи его смелым идеям, у интернате колледжа машинобудования з'явилися пропускная система и система полива покайовых рослин. Разумная перчатка – его первая и поколядинная вынаходництва медицинского призначения. Перчатка состоит из пяти сервоприводов, четырех вибромоторов для воздействия на нервное окончание, нескольких метров лески, белевых крючков и процессора, который просчитывает все данные и получает команду от компьютера. Створить тренажер, який б умоцовывал кисти рук и поднимал мышцы в тонусе, подказала само життя. Некий час студент был пациентом кардиологичного центра. Тады ж доведався, на кольки дорого и складано обыходится реабилитация после инсульта. На то, якаб идея Максима увасобилась в життя, спотребилась усяго два месяца. Сначала она была одного плана, она визуально не поднимала пальцы, так сильных ощущений не было никаких. А потом со временем с работой медиков с совместной работой, с поисками аналогов пришли к нынешнему виду перчатки. Большатка робот будя корыстный пациентам после травмов, что обмежевывает функционование кисти рук. Разумная прилада, сгиняя и разгиняя пальцы, наводка ли сам человек ясши не може вырушить рукой. Гумовый тренажер с компьютерным керованием мае некольки режимов и запускается про специальную программу. Я вижу будущее вот этой модели в том, чтобы пациент работал сам, в амбулаторных условиях и дома. Потому что на стационаре, на стационарном этапе реабилитации мы можем провести только ограниченное в течение достаточно короткого промежутка времени. А человек с инсультом должен восстанавливаться длительно. Это месяцы и годы работы. Створенное гумовым студентам разумное пристосование больше компактное и танное чем аналоги, которые сейчас используются в больницах. Большатки в этом варианте со всеми комплектующими и системой кирования обидуются, прикладно, в 50 белорусских до утра уже завертаются с просьбой продать мини-робота. Однако массовую вытворчность тренажер можно запустить только после технических и клинических выпробований. Заинтересовалась академия, но сейчас мы ведем с ними переговоры. До испытаний нужно провести полную модернизацию устройства. После этого можно говорить уже о испытаниях. А зараз студент-выноходник шука инвестора для дальнейшей модернизации Польшатки и вельми сподяется, что яна сможет допомогти многим людям. Мазырский опытный лесгаз выращает жилевую проблему птушек. В рамках биологичных мер борьбы с насекомыми шкодниками весной в лесах района появится больше 500 домиков для штучных гнездований шпаков и синиц. Под обязанностью в нашем наступном сюжете. Леснейший Владимир Бельский уминул им промысловый будовник, а теперь будуе шпаковни. Худка у птушек появятся птушаняты. Там жилплошь и им просто необходимы. Вытворчес паконил и синичников поставлено на поток. До 10 штук за день. Первый скворечник учили нас в школе. Наши учителя по труду учили в школе. Робили скворечники из досок образных. И цепляли, выставляли. Когда в свой дом усилився, тоже так само делал. Сейчас по работе уже с лесом связанное разузнал, что естественное, лучше естественного. Все. И сейчас сделаем. Поехал заготовил, нашел заготовлено, заготовлено и роблю. Кожному шпаку по шпаковне. Для маленьких синиц дуплянки, для птушек на парадок меньше. Головное им не спозниться и не соступить место веробьям. Колькость месту обмежавана. Гэтой весной у мазырских лесах заявится больше за отлевые батьки. Как прокормить птушенят, активно добывают прожиток. Основанный лосунок для их насекомых, которые наносят шкоду древам. Ежегодно работниками лесничества производятся биологические меры борьбы с хвоя листогрязущими насекомыми. Что они включают в себя? Постройку различных скворечников дупляна, как вы видели, наши работники делают. Называются эти искусственные гнездовья обычно у нас скворечники, но это как бы заблуждение. Мы больше производим синичников. Синицы приносят пользы больше, чем скворцы. Они уничтожают намного большее количество и видов вредителей. Под патронатом супрацовников Мазырска Голезгаса знаходятся и корыстные для леса мороши. Их колонии огороджены дравляными плотами, чтобы кабаны не смогли разбурить мурашник. Виктория Синицкая, Гомель. У Гомель прибыли великие християнские святыни. Сегодня православные верники с устрелик а у Чех с шастицами мощи у святых Георгия Перамоганосца, священномученика Харалампия и покутника Ванифатия. Великомученика Георгия за можности духовную перемогу над мучителями называют Перамоганосцем. Приговоры на до смерти святых Харалампии молился, кабу месту его похаванне как мечка от экрану его шии. Святы покутник Ванифатии был милостивы да убогих и вандровников оказывал допамогу нешчастным. Каучек с шастицами мощи у святых разместили у свято-петропавловским кафедральным соборы. Тогда, когда мы читаем их житие, то, конечно, центральным их житие является их мученическая кончина за Христа. И важность их почитания для нас с вами, дорогие братья и сестры, в том, что приходя, прикладываясь к их мощам, просяя их помощи, заступничества и равняясь на их житие, мы с вами немножко, чуточку, преображаемся сердцем. Так что сами себя настраиваемся жить неэгоистично. Постоянным местом находжения каучека с мощами з'является домовая церква при Минском епархиальном управлении. У Гомеле святыня будет доступна для поклонения до 4-го красавика. Регулярно, каляка у Чеха будут здесь сняться молебны и акафисты. Выглядели информационный выпуск Талерадо компании Гомель. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем падею Гомелей в области заставайтесь с нами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова